Привет всем! Хроническая болезнь почек, она же хроническая почечная недостаточность, является одним из финальных проявлений многих сердечно-сосудистых, эндокринных и иных заболеваний. Наиболее часто это гипертония и диабет. В терапии ее используются ингибиторы ангиотезин-певращающего фермента, те же лизинаприл, эналаприл, периндаприл, а также волсартан, конденсартан. Наиболее часто используются из этих групп лизинаприл и волсартан. Разначают эти препараты с осторожностью, когда тяжелое нарушение клубочковой фильтрации, когда запущенная почечная недостаточность. А в случаях, когда начинает расти уровень калия, плазмы, крови, часто бывает бояться, и эти препараты начинают отменять. И вот статья, которая показывает, что даже при запущенных стадиях хронической болезни почек, тяжелой почечной недостаточности, отказываться от этих препаратов не надо, потому что в противном случае растут смертность и риски целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Что из этого следует? А следует, что препараты эти использовать стоит, просто контролируя, китруя дозу в зависимости от состояния пациента, тех же лабораторных показателей, той же клубочковой фильтрации почек и того же уровня калия, плазмы, крови. Не следует забывать о полезности комбинации ингибиторов ангиотензин-прощающего фермента и ингибиторов-рецепторов ангиотензина-2, потому что в таком случае результата вы можете достигнуть путем снижения дозы каждого из препаратов. Побочные действия будут меньше, а ожидаемый клинический эффект будет возрастать. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя, будьте здоровы!